Подростковый возраст характеризуется рядом противоречий. В рамках районного методического объединения педагогов-психологов во Вдарминском лице прошел семинар на тему самооценивания учащихся. Участниками семинара стали как практикующие педагоги-психологи, так и родители учащихся. Психолог Вдарминского лице Мария Петкова представила вниманию участников семинара свой доклад, которым раскрыла факторы, влияющие на психологическое состояние ребенка. С каждым из нас может случиться всякое. Поэтому очень быстро можно перейти из разряда хорошего ученика в разряд проблемного ребенка. И вот в этот момент, если такие события случаются, кто-то умер, мама, папа, кто-то из родственников, и мы видим, что ребенок очень болезненно переживает это. Дети действительно очень болезненно переживают смерть или потерю какой-то близкого человека. И нам нужно, нам как специалистам и близким, нам нужно обратить на это внимание и как можно лучше поддержать этого ребенка. Сама оценка ученика является важнейшим условием саморазвития его как личности. Причины социальной дезадаптации учеников раскрыла психолог лицея. Как же получается, что наши дети доходят до социальной дезадаптации? Два симптома и два фактора, которые в основном протаптывают дорожку детям от хорошего ученика, как же ребенок превращается в дезадаптированного или же трудного ребенка. Применяя различные методы анализа поведения учеников, Мария Петкова сделала несколько рекомендаций эффективного взаимодействия родителей с учениками. Дело воспитания одного нам кажется трудным, потому что нам легче воспитывать других, чем самого себя. И для того, чтобы воспитать своего ребенка, наверное, нам нужно немножечко начать с самого себя, перевоспитывать себя, потому что время идет, меняются интересы, меняются нравственные ценности, все в мире меняется. Иногда мы, люди, которые относимся к 80-м годам, нам кажется, что наше воспитание там было намного лучше, чем сейчас. И, конечно, стараемся оттуда то, сюда в наше время перенести. И действительно, оказывается, что нашим детям это совершенно не нужно. И нам необходимо перестраиваться. Воспитание ребенка – процесс, который регулируют не только учителя, но и родители. Большое удовольствие получает от общения со своей дочкой, потому что у меня отца был очень замкнутый, а это очень осколочная. Бывает, иногда и отказывает. Если это она не заслужила, я считаю так. Так, если я не могу это ей выполнять, тогда бывает и отказывает. Например, даже если ребенок попросил поиграть с ними или еще что-то, меня спасает то, что они вдвоем, и им интересно. Я уже этим спасаюсь. По правилам я в основном только то, что когда прихожу с работой, мы, как всегда, приходим после 4, после 5. Это, естественно, может быть и вещи разбросаны, и все, естественно, мама начинает. Наведите порядок. Хоть что-то выполнить, да. Поправила, да, поправляем часто, если надо. Хвалила, награждала, ну не скажу, чтобы награждала, но стараюсь что-то дать ребенку. Так что он, да, вместе развлекаюсь, да, бывает, как я дома чаще, я не педагог, бывает, общаюсь, он очень любит общаться, очень много рассказывает, ему это очень интересно. Отказываюсь выполнять 10 лет и 20. И стараюсь всем, всех слушать, всех что-то там поправлять, отказывать, выполнять, ну это бывает, но редко. Проведение такого семинара-тренинга способствует установлению диалога между школой и родителями. Такой вопрос, как мы думаем, почему в отношениях возникают проблемы, почему родители не доверяют школе, а школа родителям. Мы решили, что позиции родителя, он считает так, учителя получают за это зарплату. Пускай работают. Пускай работают. Позиция. Позиция родителя, почему может возникнуть проблема. Он считает, что у меня нет времени, я очень занят. И да, они профессионалы, да, вы сказали, да? У него может быть просто нет даже желания, но это уже какие-то личные аспекты. Я слышу от учителей нарекания в адрес родителей. Это все родители виноваты, родители не воспитывают, родители не говорят, родителей рядом нет. И я очень часто говорю им вот эти слова. Легко учить с кафедры, легко проповедовать сам вона. Ты попробуй воспитать хотя бы одного своего ребенка. Продуктивность проведения семинара отметили педагоги-психологи разных учебных заведений. Из психологов работала над этой темой, потому что это актуально, это важно, это нужно и для родителей, и для педагогов. Каждый, наверное, получил сегодня достаточно наставлений, как изменить чуть-чуть себя. И знания получил. И каждый из родителей, и учителей, наверное, плюс еще. И, может, не столько получил, сколько вспомнил, как надо делать. И исправил чуть-чуть себя, потому что это зависит от нашего отношения к этим проблемам. У нас сегодняшний семинар очень был позитивный, очень удачно был построен. То есть мы могли не только слушать, мы могли и сами работать. Мы могли подтверждать теорию практически, различными тренингами, работами. И я думаю, что уехав отсюда, мы это, что мы послушали, мы это притворим на своей работе. Мария Сергеевна очень хорошую тему взяла, подобрала именно. И пригласила сюда не только педагогов и психологов, а именно родителей. Это очень важно сотрудничать сегодня с родителями. И мне сегодняшний семинар дал очень много, я очень много полезного, интересного терапевтского материала получила. Огромное удовольствие получила от упражнений, которые она выбрала на сегодня. Психолог данного лицея представил и показал свою практическую и теоретическую работу. Видно было, что психолог работает непосредственно с детьми и с учителями. Она представила свои практические данные, свою статистику, показала, какие проблемы в данном селе с родителями, с детьми, как надо работать, что делается на определенном этапе. Видно, что здесь доброжелательная атмосфера, видно, что здесь все понимают и поддерживают друг друга, как родители, так и учителя. Я думаю, что данный семинар сможет приблизить родителей и школу, чтобы родители чаще, после этого семинара родители чаще будут приходить в школу, интересоваться проблемами своих детей, их учебой, их состоянием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова